Как постараться собрать на самом деле модели осознания настольных? Я многократно говорил о нелюбви к гуманитарной философии и о любви, наоборот, к философии, которой никогда не бывало, то есть философии, естественно, научной. Одна из наших серьезных проблем, которых есть всевозможная, когда мы говорим об искусственном интеллекте, это проблема распознавания образа. Ну, на самом деле, она, по большому счету, не решена. Все вот то, что выдают за робот из искусственного интеллекта, ни искусственным интеллектом, ни роботами не являются. То есть это некоторые машинки, которые работают как датчик. Ну, как вот сливной бачок в унитазе стоит, на него нажал, он воду сливает. Потом вода заполнилась, она закрылась. А в каком образе? А? Хочу точнее, распознание какого образа. В зрительном, в образе чашки. Запросто. Образы дверцы. Запросто, сейчас все уже запросто. С точностью будет больше, чем у человека. Да. На неродных сетках глубоко обучение... Сейчас уже все. Ну, а вот эта самая ситуация, то, что называют тестом тьюринга. Тест... Вот я знаю, как они распознают... Это формальная просьба, но... Нет, это не настоящая. Вот тот, который, когда я регистрируюсь, там, беру это... Ж, там, М, Р... Как-то перекрещенное вот это. И человек это понимает, компьютера нет. Ну, это... Это вот и есть, я называю понятным образом. Потому что, если у тебя будет чашка вот какая-нибудь там, вот такая кривая, и всякая вот такая чашка, человек поймает, что это чашка. Компьютер нет. Компьютер поймет. Ну, а как? Все, все. На неродных сетках обучают. Делается выборка сдавенная на сотни тысяч фотографий. Где есть чашка, где нет чашки. И обучают. Вот эта чашка. И после этого... Сейчас что делается? Берется видео. Человек идет по улице и показывает вот видео. И на экране пишется. Дом, присталь, прошла группа молодых людей, машина, подъезд, набережная, дерево, перекресток, остановитесь. Вот. Зеленый свет, ведите. По моим представлениям... По моим представлениям на сегодняшний день. Это происходит примерно так, как фотоаппарат, ну, как фейсбук распознает лица человеческие. Вот он у него берется человеческое лицо, и он понимает набор некоторых критических точек. Он на нем их вычисляет и смотрит между ними разницу. И однозначно может вычислить, какой человек изображен на фотографии. Но эта штука, она не имеет отношения к никакой распознаванию областей. Нет, она имеет. Смотря что назвать все... Это просто маркировка вот такая. Это вот маркировка, как его ты берешь, человеческое лицо. Человеческое лицо по некоторым точкам ставится по нему сеткой, по этим самым сеткам по ним, по их расстоянию. Делается какая-то матрица, которая однозначно позволяет определить, кто перед тобой находится. Ну, это же не распознавание областей такового. Ну, это вот этот, это тоже самый стрельный бачок в унитазе. Главное то же самое. Не стрельный бачок в унитазе. У стрельного бачка в унитазе вода наполнилась, у тебя она перестала течь. Поплавок закрыл эту самую штуку. Здесь тебе точно так же. Вот у тебя есть некоторые точки, к ним привязаны, грубо говоря, система детектора, которая всего лишь намного сложнее поплавка в унитазе. И по ним, значит, вот эту самую штуку переделаешь. Да, давайте, все-таки ты не прав. Во-первых, образ слюного бачка не верен, потому что современные нейронные сетки не работают по алгоритму. И неизвестно, в какой математике они работают. То есть математик сейчас пытаются разрешить. То есть есть нечто, с чему скармливается тестовая модель какая-то, тестовый набор фотографий, а на выходе она распознает образы, именно образы. Порода собаки в любом виде, спереди, сзади собака будет, крупный план, средний план распознает породы собак. И распознает породы собак лучше, чем человек. Потому что процент тест проводят людям, дают показывать, да, и машине. И именно неспертной бачок, там нет алгоритма. Никто не знает, как работают нейронные сетки глубокого обучения. Их шаманским образом обучают. Есть эксперты, инженеры, шаманы, которые на расхват во всем мире. Один из наших ребят сделал стартап по распознаванию лиц. И они сейчас выложили приложение, которое ты фотографировал девушку, заложил туда, а он тебе страницу ВКонтакте выдает, кто это такая. И при этом не важно, ты сбоку там, сфотографируешь. Ну, я понимаю, предлагаю, что они делают именно вот так. Ну, это да, там действительно есть, скажем, они делают не так. То есть, в отличие от предыдущих всех моделей, когда действительно алгоритмы строили, они действительно обучают нейронные сетки. А поэтому там нет алгоритма, нет точек. Но, в принципе, запись каждого лица, там набор цифр какой-то получается. Конечно, что это за набор цифр? Там не сопоставляются, это глаза, это уши, это где? Просто вот набор цифр. Ну, он уникальный у человека. Ну, я не знаю, вот мое мнение, вот то, что я наблюдаю на сегодняшний день, это вот такие вот сложные вот системы. Нет, это произошло буквально за год. Это буквально за год, даже тут чуть поменьше, с осени. То есть, эти изменения произошли. Вот дипленик вообще начинается где-то в конце, там, десятых годов, да? Медленно, медленно, чтобы я уже знал этот термин. Ну, а букв был в прошлом году. И сейчас, по многим параметрам, машина перевосходит человека по распознаванию. Именно образа, пустого образа, да? То есть, вот это что? Вот спросить им машина. Вольфрам, зайди на Вольфрам. Это крупная система математических расчетов. У них страничка, ты берешь любую фотографию, кидаешь на эту страничку, он и пишет. Волк, собака, дом, кружка, все что угодно. И сколько, любую там заковыристую фотографию. То есть, это не искусственный интеллект. Вот с этим с тобой согласен. Это просто распознавание образов. Как, скажем, собака распознает хозяина, или лягушка распознает комара, как-то летящего, на большем уровне. Там интеллект талет никакого. Распознавание образа интеллекту не нужен. Если говорить, что есть животные, маугли, он же тоже распознает, скажем, медведя от волка. Да, конечно. То есть, это просто знали. Сейчас это на пике развития неродной сетки, распознавание образов. Ну, возможно, это да. Но не интеллект. Это да, это не интеллект. Хотя называют, либо слабым искусственным интеллектом это называют. Слабым искусственным интеллектом. Ну, хорошо. Ну, в общем, вот такая ситуация. Я-то хотел сказать совсем о другом, немножко о другом вопросе. То есть, попытка построить, говоря, интеллект, то есть, действующую модель сознания на столе. Просто взять на столе и ее построить. И она у тебя будет работать. Как это делается? Приходишь, пошел, приходишь, потом у тебя на столе абсолютно не только Гегеля построен, на рядом, на тумбочке. И Альберт Эйнштейн воспроизведен. На путем всевозможного приборов. Приходишь, они тут между собой в кости играют. Ну, как известно, да? Значит, ну, как это сделать и что здесь, как бы, можно продвинуться? То есть, сейчас практически нет никаких сомнений, что в основе все-таки лежит электрический сигнал. Ну, быть может... Есть сомнения. Может быть, есть некоторые отклонения, но с другой стороны, умение управлять протезами, вот всякими, при помощи снятия электрического сигнала. Умение протезировать подгрюзбенный нерв слуховой. Это когда люди, врученные на глухоту, становятся, если их в раннем возрасте поймать, и проводок здесь делать вместо, и усилитель вместо слухового нерва, то они будут слышать. Ну, конечно, но насчет электронов у меня никаких сомнений нет, поскольку электрон пронизывает все бытие. Ну, это можно. Можно. Но, тем не менее, надо попытаться это, как бы, это сделать. Я возвращаюсь к теме, которую когда-то поднял Константин Леслицин, который давно не ходит к нам на семена. Это понятие мемристро. К чему оно приурочено? Мемристро. К чему оно приурочено, по большому счету? Оно приурочено к той замечательной вещи, что уже целый месяц, как эти мемристры, производится серийно. То есть они сообщены 16 мая 2016 года. Вот мы об мемристрах и, как бы, немножко и поговорим, что это такое, чем оно, как бы, нам поможет жить. Впервые была придумана такая концепция достаточно давно, в начале 70-х годов, когда говорили, что мы можем связать, но у нас образно, вот, пишет, не пишет, образно говоря, у нас есть напряжение, да? А что, не пишет и фига. Вот, мы пытаемся, магнитный поток, грубо говоря, не пишет, магнитный поток связать с током, точнее, не с током, как бы, с зарядом, может, связать. И говорили, как бы, об этом, о новом элементе. Оказалось, что вот эти конструкции, чисто теоретически, она совершенно невозможна, ее назвали мем-резистор. Но люди думали-думали и придумали, так называемый, мем-резистор уже, он отличается от мем-резистора не только названием, но и по существу. Он состоит в следующем. У нас, значит, есть, допустим, подкладка из кремния. Один слой просто кремния, наверное, а с другой стороны он, как бы, там есть ионы кислорода. Теперь мы пускаем через нее, через контакты электрический ток, и эти ионы кислорода устраиваются в определенного рода порядке. И у нас происходит, и здесь, и в результате возникает проводимость. Вот. Теперь они существуют во всевозможных подкладках. Там есть ионы, допустим, того же самого Вольфрама или что-либо еще, каких-то образом. Но чем он интересен? Тем, что сначала мы даем мощный ток. Этот мощный ток простраивает у нас связи. И после этого мы пускаем ток, и у нас возникает именно то сопротивление, которое у нас возможно. Которое нам нужно. Более слабый ток. То есть, таким образом, проходящий ток обладает ненулевым гистерезусом. То есть, он нас выстраивает, у нас прописывает как бы некоторую определенного рода структуру. И эта структура по своим сопротивлениям может возвращаться в десятки тысяч раз. Бывает, что и в сто. Эта прокладка не обязательно используется в качестве кремния. Эта прокладка может использоваться и в качестве белок из яиц. Берется белок из яиц обычный. Или даже просто человеческий белок. И в него тоже какие-то ионы импрометируются. И после этого пропускается ток, и ты из него можешь построить датчики. Чем он удобен в биологии? Потому что ты его в ногу, например, внедрил. Он показывает, что у тебя там происходит. А когда срок его исходит, он сам рассасывается. Потому что он на белке. Просто перстает существовать. То есть он ограниченное количество времени. Я хочу обратить внимание, что произошло. Вот подобную роду первую систему люди создали в 2008 году. Прошло 8 лет. Занималась этим могучной корпорацией Хьюлит Пакер. И решить проблему серийного производства ей не удалось. Это сделали опять китайцы. И мы видим, что при помощи тока можем прописывать определенного рода памяти. То есть мы взяли, прописали, то есть пропрограммировали. И после этого, значит, у нас вот этот самый элемент начинает работать так, как нам нужно. Более того, вот этот самый ток, код становится не двоичным уже. Он может быть десятиречным, пятидесятиречным, семистиречным. То есть плотность записи информации здесь гораздо более высокая, чем обычная цифровая система. Структура меняется практически непрограмма, что ли? Да, да. Сопротивление может меняться практически независимо. Дал большой ток, у тебя все ионы вот такие в нити выстроились. Взяли вот эти штуки. Дал ток поменьше, у тебя часть ионов только построилась. Вот. Дал ток еще два раза меньше. У него еще зависимость, у него сопротивление сильно зависит от периода сигналов. Ты пропускаешь сигналы вот эти, и, например, ты начинаешь пропускать сигналы с частотой в два раза меньше, а у тебя сопротивление меняется в два раза для этого тока. Это как бы очень важно. Это имеет к такому отношению, к тому, к тому простому вещи, как попытка построить гельевского абсолютного духа у себя на столе. То есть, если амплитуда следующего импульса зависит от предыдущего, да? Нет, амплитуда... Нет, это сейчас немножко другое. Мы это взяли, первым током прописали вот эту самую нить, вот эту нить она сделалась. То есть, он... Теперь берем, теперь берем значительно более слабый ток, который... Они уже совсем не влияют. Да, который почти не влияет на его сопротивление, который его не прописывает. Но он обладает тем интересным свойством у тебя получается, что у тебя сопротивление зависит от расстояния между импульсами сигнала. Вот такие вот вещи у меня бывают. Вот, это к этому. Но что нам это позволяет сделать? Что мне хотелось бы обратить внимание и сделать? Это, наконец-то, попытаться на основании вот этого решить проблему сна. Сна. Зачем мы спим? Зачем всем живым существам нужно спать? Да? Потому что для философии проблема сна является одной из важных. Почему? Потому что это вопрос о бытии. Что значит быть? Что значит предмет существует? Если нам этот предмет снится, он существует или не существует? Способны ли во время сна мы отдать отчет о том, что мы спим? Да, Агга скажут, мы можем увидеть сон про то, что мы понимаем, что мы спим. Но это будет сон или это будет отдавание себе отчета происходящим? И так далее, и так далее. То есть вот эта странная ситуация, то есть бытия, она при помощи вот такой простой модели, собранной мемориста, получает собственное разрешение. Как оно получает разрешение? Зачем нам нужен, грубо говоря, сон? А сон, грубо говоря, берет и вот в подобном роде ячейках сбрасывает всю ситуацию до нуля. То есть представьте себе, мы прожили день. У нас по всем этим ячейкам построены вот эти нити проводимости. То есть у нас здесь что-то прописано. Нам это совершенно не нужно, потому что все оно задействовано, а нам надо начинать жизнь заново со всеми новыми нашими физико-химическими процессами. Поэтому мы засыпаем. И после этого, в этот самый-самый период, эти как бы ситуации, они рассасываются, то есть превращаются в обратную ситуацию, что здесь есть ионы, а здесь этих ионов нету, потому что считается, что подобная схема для синапсов является подходящей моделью. Вот. Таким образом, для чего мы спим? Зайдень, когда мы спим, у нас в какой-то форме проходят те впечатления, которые были за нами связаны за весь наш целый день, когда мы жили. В чем мы думали, о чем мы мечтали, что с нами происходило. Оно так и происходит, потому что какая-то информация была записана на языке ионных вот этих нитей, и она теперь разрушается, то есть она проходит в обратном порядке, и поэтому ничто живое, по-настоящему, работающее на... Это не память. Ну, в зависимости, это память. Почему? Это память. Память можно установить и на завтра. Ну, это часть, часть памяти. Подожди, это не основной механизм памяти. Нет, это не основной механизм памяти, ни в коем случае. Это вот, можно сказать, ее оперативно или что-то. Ну, когда у тебя происходит любое... То есть теоретические контакты-то остаются? Да. Да, вот и на... Но они как бы обновляют. Вот те нам все выстроились, да? Да. То есть весь день у тебя происходят какие-то процессы, эти процессы связаны у тебя с движением, тем, что у тебя нервные окончания, они... А можно сказать, это эмоционально... Ну, это за настроение ответственно. Ну, и не только. В том числе и за настроение, да. В том числе и за настроение, но не только. Просыпаешься свеженьким. Да, просыпаешься свеженьким. У тебя все опять распределено, и ты все эти самые ситуации, ты должен возвращать... снова начинать жить. Ну, это же одна... Так это эмоция. Или настроение. Есть еще другие теоретные сна. А по поводу сна. Да, это срайная теоретная сна, о которой я рассказывал. Вот мне очень нравится такой термин по отношению к сознанию, как настроение. Вот настроение, непонятно от чего, но оно есть. Оно разное. Именно настроение сознания. Вот мы можем одно и то же воспринимать, абсолютно одно и то же, но в разном настроении. Может быть, вот это вот как-то связано именно с настроением, если нет? Ну, оно в том числе и настроением связано. Но здесь очень интересный сигнал должен быть, почему я говорю об идее. Потому что то, что там будет происходить, процессы зеркально-симметричнее тому, что мы прожили за предыдущий день. Очень важно при этом отключать мышцы, грубо говоря, от тех процессов, которые происходят в нервной системе. Такой механизм есть. Вот мы все же знаем нарушение такого подросткового механизма. Так называемый лунатизм или сонобулизм. Когда люди, маленькие в основном, возраст там от 8-9 лет до 14-15 лет, они во время сна что-то делают. Ходят куда-то, пьют чай. Известная семья сам на пол, которые собирались ночью на кухне, они в сонном состоянии. Они разливали чай, сидели пили чай, потом родились. Ходят по пионерскому лагерю, вызывают у народа буйный восторг. Плохо себя контролируют. Например, можно найти такого человека на крыше, он и ходит почему-то там, почему лунатизм. Потому что их застают в каких-то самых неожиданных местах. Они проходят по России. Но этот механизм, он понятен, что подростковая ситуация, когда человек спит, у него контакт между, то, что называется нейрофизиологический, между сознанием и, собственно, телом, то есть мышцами, оно получается разорванным. У детей 10-15 лет, это очень многих. Этот 14, я бы сказал. Значит, этот контакт, он, грубо говоря, разорван из всего нарушен. Я могу сказать, что у нас в семье, у детей, по крайней мере, у четверых, у троих, вот три человека лунатиков. У меня сёстры лунатиками были, и я. Что было очень неудобно ездить в пионерский лагерь, потому что можно было проснуться в совершенно неожиданном месте. Просто берёшь, приехал в лагерь, и куда-то ночью ушёл. Ну, было неудобно ездить в лагерь. До определённого времени, до лет 13-14, потом это дело прошло. Здесь тоже, как бы так, вот этот самый вопрос существует. Этот вопрос, поэтому я его адресую к вопросу об о бытии. Что значит быть? Есть ли это ощущение такое? Потому что вполне возможно, что мир, и это, скорее всего, никаким образом не бытийствует. А это, как бы, наше просто ощущение, как бы, вот от мира. То есть какая-то наша вот такая человеческая особенность. Вот как нет пространства и времени, точно так же и нет бытия. Но нет бытия в этом смысле в каком-то другом. Я только не понимаю, как это с мемдистрами связано? Вот твое рассуждение о бытии. Это же можно и без этого было сказать? Нет, слова о бытии, можно бы сказать, было и без этого. Это просто модель такая. Она просто говорит нам о следующем вещи. Она позволяет понять ей сон, почему вот эта самая ситуация, как некое проклятие, преследуют все живые существа. Но они же все спят. Давай я за три минуты расскажу по гипотезу. Наш российский учебченый выданил лицеральную теорию сна. Слишком нагрузочно поддерживание сознания, поддерживание мышления, ну, мышление у людей, то есть у животных, которые спят, ориентирование своих сознательных образов и не хватает ресурсов мозга на управление внутренними органами. И в некоторый момент переключается мозг от построения картинки сознания и управления движением на регуляцию внутренних органов. И поэтому вот те сигналы, которые идут от внутренних органов, воспринимаемы как сны. Я слышал об этом. Да, я тоже об этом слышал. И саратная теория сна. Как он к ней пришел? Просто гениально. Он не давал мышам спать долго и следовало, от чего они умирали. Ни одна из них не умерла ни от каких психических болезней мозга. Все, мозг здоровейший был умирал. Все умирали от печени, и других. Это эксперимент, это замечательный. Экологические практики. Да, он мне очень напоминает знаменитый тезис о том, что таракан слышит ушами. Ну, если оторвать. Да, заклеили, давайте лапки, то он не бежит. В любом случае, гипотеза вполне себе нормальная, потому что действительно эмоций не хватает. Значит, еще, я когда говорю об этой самой ситуации, когда ты работаешь с другими органами, ты работаешь не только далеко со знанием, не только далеко со сознанием, ты работаешь действительно с органами вот таким способом. И вот у тебя за день, за твое заднее бодрствование, грубо говоря, разность потенциалов или вот это, или вот это памяти, вот эти ячейки, они накапливаются, перегружены. Если у тебя эти все эти штуки выстроились на следующий день, у тебя этот орган, которым управляет нервная система, функционировать не может. Поэтому нужен сон, чтобы вот эту самую ситуацию сбросить к нормальному, настоящему новому органу. Нет, это две противоположные концепции. У тебя нужен сон для того, чтобы сбросить отдохнуть, у Библия, нужен сон для того, регулировать. Мозг не работает на полную катушку, регулирует внутренние органы. И то, что он не может сделать во время бодрствования, когда мозг занят в учении сознания. Да, причем здесь анекдот про мышей, про мышей, про тараканов с ушами, что у них уши на это. Вот и получается таким образом, не даем ему спать, после этого у тебя начинают отказывать органы. Почему? Потому что нервная структура, которая их управляет, вот она не управляет. И другой вариант, в другой теории, другой вариант, почему они умирают, потому что нервный мозг не управляет ими. Не управляет, а он управляет ими во сне. То есть во сне происходит наладка внутренних органов, отладка их, согласование и все прочее. Но так а сны-то бывают, а сны-то откуда? А сны, это тот поток данных, который мы воспринимаем от внешнего мира во время бодрствования, он дает нам вот это твое бытие, вот это вот сознание, то, что мы картинку видим. Когда мы спим, этот поток идет внутренних органов, и мы его интерпретируем как какие-то картинки. То есть тот же поток из разных мест мы интерпретируем в тех образах, которые мы привыкли видеть днем. То есть мозг интерпретирует. То есть я думаю, что вот если взять человека, ну, камеру депрессионную положить, да, никогда ничего, и какие-то минимальные сигналы давать, он будет воспринимать как мир. Хотя ему ничего не будет данного. Ну, мы всегда интерпретируем в тех образах, которые у нас есть. То ли от желудка, то ли от дерева, стоящего напротив. Ну, вот я так как раз думаю, что подобная теория сна, это как раз речь о том, что у таракана уши на ногах. Ну, понятно. Нет, я говорю, я не знаю, это концепция. Я так хочу сказать, что если действительно она в синаптические связи построена вот таким образом, который мы можем предать, не имеющие к ней никакого отношения электрофизическую модель, электрохимическую, точнее, электрохимическую модель. Просто речь, она идет о том, простом вещи, что, быть может, мы всем нашим процессам можем присвоить эквивалентные электрохимические процессы. Вот, быть может. Ну, не знаю. Это вопрос о попытке собрать на столе кусочки протоплазмы проводов. А вот расскажи, как используют эти штуки? Реально. Пытаются их использовать следующим образом. Они прописаны, значит, у нас как, у нас есть оперативная память, мы все знаем, да, компьютерная? Она работает, она ёбканская, и она работает до той поры, пока у тебя на контактах существует определенного рода разность напряжения. Ну, обычно, флешка, даже не оперативная память, а флешка, она, я сделал для многих людей открытие, но она до бесконечности жить не может. То есть через 20 лет, если они карами включали компьютер и ее не подзаряжали, то она, скорее всего, разрядится таким образом. Оперативная память, точно так, у тебя есть напряжение на контактах, то есть пока у тебя есть напряжение, а то она у тебя, значит, работает, поэтому тебе нужна жесткий диск, с которого у тебя загружается система в оперативную память. А потом, когда ты ее включаешь, компьютер, включаешь питание, то у тебя то, что находится в оперативной памяти, не сохраняется. Здесь же, если мы эту штуку взяли, прописали вот этот ток, мы потом этот ток взяли и убрали. А информация в качестве повышенного сопротивления, она сократилась и может держаться как угодно. Это другая, почему они за это взялись? Это другая концепция принципиально компьютера. То есть компьютер, где у тебя нет разницы между винчестером и оперативной памятью. она быстрая, но, к сожалению, очень дорогая. И в перспективе, поскольку ты можешь, ты уже в этой ситуации, она у тебя нетранзисторная. То есть ты можешь работать уже не с двоичным кодом, а если захочешь с десятиричным напрямую. Не так, чтобы потом десятиричным пересчитывать во вторичным, а можешь работать напрямую. И китайцы эту проблему решили. Они сделали ее достаточно дорогою. У них вот тестовки мемлистерные сейчас мегабайтные выпускаются. Нет, ты что, компьютер уже реальный? Память для компьютера, да. Ну, если память, то... 16 мая они объявили в этот два года. В принципе, мегабайтные... Архитектура компьютера изменится. Да. То есть она принципиально как бы вот она выменяет. То есть она вечная... Новый компьютер совсем, причем из памяти. Пока память. Ну, не совсем новая. Нет, но... Пока память. Ты рассказываешь, что там совершенно другая оперативная память будет по-другому устроена. Там будет одна память? Да. Теоретически, теоретически. Но пока это невозможно. Поскольку у нас... С какой разницы между оперативной памятью и жестким диском. Нет, ну, разве с удовольствием должна быть по-сокому оперативной? Нет, не будет. А зачем? Зачем, если ты... Скорость записи быстрее, чем кардиск, а хранит он как кардиск. Не нужно же никакого кардиска. Да, и питание тебе не нужно. И питание не нужно нифига. Один раз прописался, и все. Вот. И плюс еще то, что двоичный код, он под... Какой минус? Ты все пересчитываешь в двоичный код, и все месяц процессор очень сильно грузится. Если у тебя сразу будет прописываться в каких-то других кодах, то тебе нужно постоянно пересчитывать. Сократишься. Да, потенциально вот эта емкость ее выше гораздо, на публический сантиметр. Но пока это не так. И какие-то есть технические проблемы, потому что Кирилл Пактов об этом заявила в 2008 году, что она такую картину построила. А серийно... А технологически на каких подложках, с какими там молекулами? А вот я вот что у китайцев сделали сейчас не знаю. Первоначально был кислород и кремль. Первоначально. Они могут делать что-то другое уже. На каких-то других подложках. Не знаю. Знаю, что делают даже на подложках из белка, из яичного. А кислород это нормально? Ну, Игорь, все равно в любом случае до искусственного интеллекта очень далеко и даже просто сформулировать. Я недавно разговаривал. Нет, у меня задача следующая, что по помощи таких вещей можно попытаться строить, я просто не знаю как, обобщенное форье преобразования. Ну, в принципе, да. То есть есть интуиция, что на этом можно построить. Я просто такими не занимался, со желающими могут позаниматься. То есть, что вот на этих штуках сделать аналоговую машинку. Она же с памятью. Вот сделать аналоговую машинку, которая делает обобщенное форье преобразование. И потом подобрать систему образов и таким образом получить вот то, что я говорил о новой теории восприятия. Когда у нас восприятие, и восприятие предмет это не есть как бы совокупность сигналов, идущие откуда-то вовне. То, что не предмет, то, что там стоит далеко за нами. А это, как бы говоря, вот эти палки, то есть набор коэффициентов разлагаемых форье преобразования. Такая вот ситуация. Вот. Вот эта самая ситуация. Это было бы интересно, потому что я этой темой еще легка позанимался, может, когда-нибудь я это дело построю. Я понимаю, что сегодняшнее выступление, оно неудачно. Так как же, как и было неудачно первое выступление попытка потеря котельников. Оно тоже было у меня неудачно. Но мы, для чего нужно вот этот семинар? Потому что семинар работает как лаборатория. Ты проговорил, услышал критику и пытаешься на этом деле растянуть собой. Ну, вот такая отличная. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok